В больнице сейчас остаются пятеро раненых. Двое из них уже в статусе задержанных. Все детали готова рассказать Елена Миндалюк. Лен, здравствуй, тебе слово. Всех пострадавших во время перестелки привезли в областную больницу имени Мечникова. Врачи сразу же начали заниматься самым тяжелым пациентом в карете скорой помощи. Он уже был в состоянии клинической смерти. Крайне тяжелого привезли. В ремзале он погиб. Остановка сердца. На протяжении часа пытались установить сердечный день, но, к сожалению, он погиб. Сердце остановилось у Максима Ивачука, бывшего бойца 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады. На месте погиб Алексей Вагнер, бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады. Раненого адвоката Эдмонда Саокяна в больницу привез брат Эдуард. У него несколько сквозных ранений. Сразу попали мне в живот. Я сразу стрелять начал в ответ. Потом попали в ногу. Один раз я упал, попали второй раз в ногу. Я стрелял в ответ, попали в плечо. Саокяна прооперировали. Его состояние оценивают как тяжелое. Что касается четырех раненых, с другой стороны конфликта угрозы и жизни нет, говорят медики. Один в реанимации, трое в травматологическом отделении. В реанимации нападавший и раненый адвокат были около суток в разных боксах, но разделяла их всего лишь стеклянная перегородка. Сейчас всех перевели в отдельные палаты. Возле каждой дежурят оперативники. Общаться с журналистами раненые отказались. Двое из нападающих уже находятся в статусе задержанных. Им должны предъявить обвинения. Роль в конфликте еще двоих должна выяснить полиция. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Лен, спасибо. Елена Миндалюк рассказала о состоянии раненых во вчерашней перестрелке в Днепре.